Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня, по просьбам наших многочисленных зрителей, ролик об уходе за ремонтантной малиной. Ремонтантная малина, в отличие от летних сортов, не будет расти в крапиве и под забором. Она любит уход, любит солнечное место, чтобы почва была легкой, рыхлой и плодородной. Сейчас июль месяц. Ремонтантная малина уже зацветает и завязывает ягодки. А значит, нужно обязательно провести нормировку побегов. В первую очередь, нужно удалить все тонкие, слабые и загущающие побеги. Такие побеги лишь отнимают силы у основного куста, а значит, урожайность будет падать и созревание будет более поздним, если эти побеги не удалить. Поэтому на квадратном метре посадок малины нужно оставить примерно 12-15 сильных побегов. Максимальное число побегов, если малина обеспечена хорошо питанием, может быть до 20 штук, но не более. Кроме того, нужно удалить нижние листья, примерно на высоту 20-25 сантиметров. Иначе будет загущение куста, куст будет плохо проветриваться и может возникнуть риск различных болезней, особенно такого опасного заболевания, как пурпуровая пятнистость или дидимеллы. Следующий этап – это подкормка ремонтантной малины. Если весной и в первой половине лета мы старались подкармливать малину азотными удобрениями, то сейчас нужно сделать упор на калино-фосфорное удобрение, чтобы ягода была сладкой и малина хорошо развивалась и была устойчива к различным болезням. Малину можно подкармливать различными минеральными и натуральными удобрениями. Если вы предпочитаете подкармливать малину натуральным удобрением, то используйте древесную золу. В ней есть необходимы калий и фосфор, кроме того, есть различные микроэлементы, которые также важны для развития растения. Если на вашем участке кислая почва, то зола не только снабдит растение необходимым питанием, но и раскислит эту почву. Если же почва щелочная, то золу вносить не следует. Произойдет еще больше защелачивания почвы и растения будут плохо развиваться. В этом случае лучше подкормить малину минеральными удобрениями. Из минеральных удобрений можно использовать калий-магнезию. В данном удобрении есть калий, который придает хороший вкус ягоде, и есть магний, который обеспечивает высокую урожайность. А еще в данном удобрении есть сера, которая помогает усвоению азота из почвы. Для подкормки лучше всего готовить водный раствор удобрения. Понадобится 20 грамм удобрения на 10 литров воды. На квадратный метр понадобится примерно 5 литров раствора удобрения. Также не следует забывать и про обработки малинника от различных заболеваний, в первую очередь от пурпуровой пятнистости. Для обработок нужно использовать различные медсодержащие препараты. Это может быть 1% бордосская жидкость, азофос, абигопик, хом и другие препараты. Пурпуровая пятнистость появляется уже в июне месяце, когда в прикорневой зоне появляются маленькие фиолетокоричневые пятнышки. Затем пятна увеличиваются, опоясывают весь стебель, и побеги начинают увядать. Также поражаются и листья. На них появляются большие коричневые расплывчатые пятна с ярко выраженной желтой каймой. Листья осыпаются, и, конечно же, урожайность падает. Такие побеги, пораженные дидимелой, пурпуровой пятнистостью, часто ломаются, так как заболевание опоясывает весь стебель. Они становятся попросту хрупкими, и, конечно же, урожай с такой малины вы не соберете. Кроме того, против заболеваний нужно осветлять кусты. Как я и говорил, удалять лишние побеги, лишние листья. Тогда куст хорошо освещается солнцем, хорошо продувается ветром, и риск возникновения заболеваний снижается в разы. Поэтому не забывайте о данных процедурах. Завершающий этап работы на малинике – это, конечно же, мульчирование. Обязательно замульчируйте малину соломой, скошенной травой, либо сеном, чтобы сорняки не прорастали, а также мульча хорошо сохраняет влагу в почве, что обеспечивает нормальное развитие кустов, нормальное плодоношение и хороший урожай. Обязательно позаботьтесь о малине сейчас, и осенью она порадует вас урожаем вкусных зрелых ягод. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!